Меня приглашали читать лекции для шаманов в Институте антропологии. Есть у меня запрос повысить уровень энергии. Еще не встала, уже устала. Выпечка – признак бедности. Калорий там больше. Вот БАДы – это источник биоэлементов. Ну, дайте это человеку. 21 век – это не так, как вы рассказали. Сложно это все? Если у вас что-то с волосами, вы болеете. Потребность возрастает при болезни. Я просто чувствую себя на высоте. Не надо все успознее. А правда ли, что волосы футболиста отличаются от волос сотрудника ДПС? Ну, конечно, потому что у них разный род занятий. У футболиста будет, например, чаще дефицит цинка, потому что много бегает. У футболиста будет избыток железа, скорее всего, потому что он выносливый. Не будет дефицита кальция. А что же будет у сотрудника ДПС? Полное собрание сочинений, выбросов тех автомобильных промышленностей, которые он обслуживает. Это мы провели обследование. Содержание токсикантов, в частности свинца, у работников ДПС приблизительно соответствовало содержанию этого же самого элемента у работников металлургических предприятий. Каждый зритель нашего проекта несет в своем организме уникальный биохимический рисунок – отпечаток образа жизни и той территории, на которой он проживает. И если правильно скорректировать этот элементный состав, можно болеть меньше и жить дольше. Причем здесь волосы, как это связано с ковидом, поговорим с профессором, доктором медицинских наук Анатолием Викторовичем Скальным. Анатолий Викторович, добрый день. Здравствуйте. Анатолий Викторович Скальный – доктор медицинских наук, профессор, вице-президент Института микроэлементов ЮНЕСКО, президент Международного общества по изучению микроэлементов у человека, автор более 350 научных работ. Анатолий Викторович, помимо всех регалий, вы еще и основатель научной школы биоэлементологии. Что это такое? Биоэлементология, простым языком говоря, это наука о блоках жизни. Чтобы лучше понимать, как управлять здоровьем и жизнью человека, и вообще всего живого на Земле, нужно понимать, из чего это все состоит. А в конечном итоге все живое на Земле и неживое состоит из не такого уж большого набора химических элементов, которые, образуя собой различные соединения, создают все, что мы видим, чувствуем, ощущаем, что было и что будет. А почему микро- и макроэлементы стали основой вашей научной деятельности? Ну, потому что это же элементы. Вот из элементов образуется далее более высокого порядка соединения. Например, биология когда начинается? Когда образовывалась клетка? До образования клетки биологии нет. Вот то, чем занимается биоэлементология, я разделил эту одну науку, создал уже 20 лет тому назад. Первые у меня сомнения, так сказать, появились, что что-то не так в Датском королевстве, и что-то мы не то понимаем. Мы говорим о цинке, но мы же говорим не о цинке как металлика, когда он в организме, мы же говорим о цинке как участнике некого ансамбля органического, неорганического, бионеорганического ансамбля, который управляет чем-то, влияет на что-то. Если мы говорим только цинк, то мы подразумеваем не цинк в чистом виде, а цинк его соседей, его антагонисты, синергисты. Чтобы все об этом разобраться, вначале подвести себя к простой черте. Простая черта — это все-таки откуда есть пошло все это. Оно есть пошло от химических элементов. И вот когда мы говорим, что есть первичные биоэлементы, первичные биоэлементы, например, более 20 химических элементов, которых мы все знаем, которые играют биологическую роль, которые имеют определенную, мы их называем биоэлементами. Вода — это биоэлементы, это простые биоэлементы. И сложные биоэлементы — это уже разные комбинации химических элементов. В общем, всего-всего первичных блоков жизни всего лишь 90 с небольшим, плюс-минус. Но если не будет хватать хотя бы одного из них, жизнь невозможна в принципе в том виде, в котором мы ее видим сейчас. Она будет другая. Может быть, она будет, но она будет другая. Вот нынешняя жизнь, она зависит от этих 90 лавианных солдатиков, которые, если хотя бы один из них критический будет в биосфере, например, в окружающей нас оболочке, да, будет его мало, то мы жить не будем. То есть вначале погибнуть какие-то виды растений. Что, собственно говоря, сейчас это и происходит. Какие-то вымирания, сколько было вымираний в истории живого на Земле? Ну, кто говорит шесть, кто говорит семь. В некоторых случаях вымирало до 80-90% видов морских или наземных. В общем, вышли мы все из воды, образовались мы все из элементов, а элементы образовали все, что мы видим. И вот биоэлементология, первичные биоэлементы, это биоэлементы о том, из чего состоит изначально все, а вторичные биоэлементы, это те, которые возникли уже в клетке. Клетка и сама является фабрика, и сама является творцом вторичных биоэлементов. А вторичные биоэлементы, это уже те соединения, которые нужны нам для какой-то функции. Ну, появилась некая клетка-предшественник, есть такой термин, да? У нее есть оболочка, у нее есть внутренняя среда. И вот в этой внутренней среде вырабатываются, как на фабрике, вырабатываются новые блоки, которые нужны для чего? Чтобы крылышко выросло, чтобы глазик появился, чтобы такая ткань появилась. Ну, и здесь эта ткань, потом орган, потом целый организм. Это я так утрирую, но, в принципе, так легко понять. Если нас не будет хватать первичных биоэлементов, то жизнь невозможна в принципе. А если вторичных, эволюция изменится. То есть мы не сможем образовать нечто. То есть если мы не можем синтезировать что-то нужное нам, значит, в этом направлении жизнь развиваться не будет. В общем, казалось бы, просто, а с другой стороны, и фатально, да, потому что, и оптимистично. Потому что если мы понимаем, из чего мы состоим, то мы можем отслеживать то, из чего мы состоим, баланс из того, что мы состоим, и создавать максимально оптимальные условия. То, о чем я с вами говорю, опубликовано в высокорейтинговых журналах, и никто не говорит, что это какая-то блажь. То есть, во-первых, вы бы не опубликовали. Во-вторых, эта идея хоть и смелая, но не настолько, что за нее сожгли бы на костре. То есть ее все-таки принимают. Понимаете? Это значит, что мы к этому созрели. Я очень рад, что мы подходим к пониманию, как можно управлять жизнью. Да, я говорю, что если ты хочешь узнать секрет смерти, ты должен узнать секрет жизни. А секрет жизни заключается в том, что нам нужно создать оптимальные условия химические и физические, чтобы была нормальная биология. Вот говорю такими простыми фразами. То есть, нам нужны определенные химические соединения, определенные физические условия. Если мы создаем определенные условия, определенные электромагнитные воздействия, среду определенную электромагнитную, значит, мы можем жизнь конструировать, управлять ею во благо. Ну, естественно, как любое новое знание, его можно по-разному использовать, но все-таки, если ты не хочешь самоуничтожиться, то, наверное, лучше не выпускать джин из бутылки. Анатолий Викторович, правильно ли я понимаю, что есть у меня запрос повысить уровень энергии? И вы говорите одно, второе, третье, какие элементы мне нужны, и через какой-то период времени я просто чувствую себя на высоте. Смотрите, немножко по-другому. Вот вы рассказали историю парадигма 20 века. В 20 веке так оно и было. Нам кажется, что вот это, это и это, мы знаем, мы прочитали книги, и мы говорим пациенту Сидорову или человеку Эмереку, такому-то, да, мы назначим такой-то комбинацией витаминов, и все у него будет замечательно. А в 21 веке это, в себе, другая парадигма. Парадигма персонализации. Техника, достижения научно-технические достигли такого уровня, что мы можем снять человека глубоко. Да и в прошлом веке, я же человек 20 века, который увидел 21. В 88-м году я впервые в нашей стране при советской власти, в возрасте 26 лет, создал медицинский центр при Минздраве СССР, который занимался чем? Комплексной оценкой проблем, происходящих в организме людей с непонятными заболеваниями. То где-то массово облысели, то где-то массово люди, а перестройка появилась, то есть это все хлынуло в газеты, в обкомах били стекла, возмущенные люди требовали эмиграции в Израиль, там куда-то из Черновцов, когда у детей выпали волосы, а выпали не именно у детей, которые жили на центральной улице, на центральной улице, много еврейского населения, и все говорят, наверное, биологическое оружие. Ну, то есть, чего только не было, если раньше все советская власть эту информацию стерилизовала, никуда никто ничего не знал, то сейчас все было открыто, и люди, непривычные к такой степени свободы, стали все это выплескивать, надо было тоже опять же этим процессом управлять. Так вот, 21 век, это не так, как вы рассказали. Я предложил другую парадигму. Нет, вы мне ничего не говорите, что вас беспокоит. Вот как сейчас говорят, чекап. Можно сказать, чекапа, чекапа российского. Некоторые называют его российским доктором хаосом. А почему нет? Я 33 года, беру ваш анализ, смотрю, что там, на цифры, и рассказываю вам о вас. Сиджу и рассказываю, чем вы болеете, скорее всего, на что жалуетесь, что мне нравится в этой жизни. А я говорю, откуда вы это все знаете? А откуда вы все это знаете? Я с вами в такой легкой форме говорю, но вот меня приглашали читать лекции для шаманов в Институте антропологии. Шаманы повышали свою квалификацию. Да вы что? Шаманизм, наверное, считали, что у них человек, я же беру волосы, и что-то рассказываю. Какой-то мистика вокруг этих волос. Но мистики-то никакой нет. Просто волосы хорошо накапливают. Те же химические элементы. Хранятся сколько хочешь. Их можно использовать для анализа через тысячи лет, и ничего страшного. Мы можем узнать, что многое. Вы также случайно узнали, что биткоин отравился свинцом. Ну, то есть, можно же какие-то материалы у людей, эксгумируют. Что-то после знаменитых людей оставались конверты. Конверты волос. Кстати, как узнали, что Наполеона травили мышьяком? А он же писал, нечего было делать на острове Святой Елены, на острове Эльба. И он посылал приветы. Раньше же фотографии высылали. Высылали локон волос. И там была дата. И по этой дате норвежский стоматолог, богатый, который решил узнать, так все-таки убери. И англичанин Наполеон, или он просто так умер. Он собрал коллекцию более ста волос, которые облучил нейтронно-активационный анализ, провел анализ, не разрушающий. То есть, волосы остались. Он попросил дать ему волосы на время. Я верну вам волосы людей, которые были, ну, потомки тех, кто общался с Наполеоном. Собрал эти все анализы, любопытный был такой товарищ. И узнал, что если по датам разместить, то когда у Наполеона появлялся мышьяк волоса, когда у него обслужил граф Монталон, его адъютант приносил новую бутылку вина из подвала. Большую бутыль вина. И в определенные периоды принос определенных бутылей сопровождался повышением уровня мышьяка. И Наполеон, как и полагалось, как и ожидали, предполагали, умер от какой-то непонятной, множественной болезни. То ли рак, то ли цирроз, то ли кожа, то ли сердце, то ли что, то ли как. А мышьяк именно так действенная организация, что доказать сложно, не имея некоторых исходных данных. Волосы у ребенка будут гуще, если постричь его на лысо? Да нет. Если его хорошо кормить и любить, тогда у него будет нормальная, он не будет нервничать, потому что стрессы тоже способствуют тому, что волосы будут выпадать. Кроме того, если его хорошо кормить белковой пищей, богатыми микроэлементами, витаминами, аминокислотами, то, конечно, волосы будут гуще. Вчера на приеме была дама, очень прекрасно выглядит, 60 лет, ну, активная дама, которая работает не потому, что ей надо выживать, а потому, что она не может не работать, и у нее все это хорошо получается. Она не пьет, она зожница, ну, в общем, все при ней, да. Анализ волос идеальный, а в анализе крови огромный провал по цинку, по селену, по магнию. Я говорю, что, ага, раз у нас в сыворотке крови был дефицит, то за 2-3 недели до анализа вы могли ощущать последствия заболевания, которое у вас случилось. Да я вообще в клинику хожу так для порядка, ну, я прохожу чекап, я проверяюсь, но у меня никогда ничего не происходит. Но вот как раз вот в 3 недели тому назад я вышла из ковида, ну, то есть, я стала чувствовать, что я вроде бы как переболела, причем очень легко переболела, даже почти не заметила. 2 дня 37,1 и больше ничего. Но тут она меня накрыла. Вот что-то у меня, кожа, что-то это. Я решила, у меня чуть-чуть, у меня не было больших симптомов. Сейчас пошли вообще женщины, огромное количество женщин, через 2-3 месяца выпадают волосы, кожи и так далее, потому что они очень чувствительны к дефициту селены и цинка. Это именно 2 элемента, ключевые для ковида, как заболевания. Это мы установили уже год тому назад, больше года мы опубликовали статьи, первые в мире статьи о том, что селен и цинк это очень важно. И вот в общем это важно. При ковиде у женщины появились проблемы, в результате борьбы с этим самым ковидом на борьбу ушел цинк на фронт, селен, витамин D, наверное, да? Кстати, да, у нее витамин D тоже был снижен. Вот это классика. Она была здорова, поэтому она перенесла легко. Но все-таки на борьбу солдаты погибли на фронте. Хоть немножко, но погибла. И она уже стала ощущать, что есть какие-то изменения. А что же тогда говорить о людях, которые были грубые дефициты селена, цинка, того же витамина D и плюс их накрыла эта волна? Конечно, у них проблемы эти более яркие, тяжелые. Вот уже есть люди, которые год ходят в Астании. Слабость, вялость, обоняние через полгода только восстановилось. Силы появились только через восемь месяцев. Ну и так далее. Вот эти клиними наблюдаем и смотрим, как это ассоциируется с их обменом. И вот, опять же, биоэлементология. Если мы знаем, что двух первичных блоков не хватает, ну дайте этого человека и он перенесет болезнь легко, у него не будет осложнений. Или дайте ему это после того, когда он вызвал осложнений, не принимал эти препараты, потому что он об этом не знал, что ему это нужно. Цинк и селен, они защищают наш организм во время ковида, да? А я вот не совсем понимаю, откуда вы знаете, почему именно этих два элемента? Цинк подавляет репликацию коронавируса. То есть, он не дает им размножаться. Вирус попал, хорошо, пробил все барьеры, попал в организм. Но там есть стоппер в виде цинка. Если там много цинка, то цинк может прекратить размножение вируса. Вирус живет размножением. Он себе спит, спит, тут условия созданы. Как для герпеса упал иммунитет, вирус размножается. Улучшился иммунитет. То есть, вирус попал, а если там есть надежная защита в виде цинка и селена, то он не размножится? То человек переболеет легко и не умрет. Или никто даже не заметит. Лучше, можно сказать, ничего не произошло видимого. А если у человека есть дефицит цинка и селена, потом мы еще и про селен стали говорить, потому что селена важна для легких. Цинк, цинком лечат пневмонию. То есть, если есть дефицит цинка, то любое ОРВИ может закончиться пневмонией и смертью. А если у человека дефицит цинка, у кого бывает в жизни? Пожилые. Кто у нас умирает? 65 плюс. С диабетом, с гипертонией. Хроническое заболевание бронхов и легких. Вот вам и вся категория. Но есть аномально здоровые люди, которым не страшен серый волк. Любой серый волк. это люди, есть такой феномен аномального здоровья. Это, как правило, люди, у которых плотность элементного организма очень высокая. Сравнить это можно с таким термином, как фуд-денсти продуктов. Пищевая плотность пищевых продуктов. Вот проблема 21 века, что пищевая плотность большинства продуктов низкая, потому что не перерабатывается. в процессе переработки эта плотность снижается. Если мы сделали из зерна муку, 50% цинка мы уже потеряли по отношению к исходному материалу. Мы должны сесть в два раза больше, чтобы получить то же самое количество. Понятно? А мы не бегаем, поэтому калорий больше не надо. Мы съедим мало и рафинированно мы будем в дефиците. Вот фокус. А если цинка и селена у нас в организме было достаточно до того, как мы заболели коронавирусом, затем вот во время уже болезни нужно какие-то большие объемы принимать, вот чтобы эти дефициты как-то восполнять? Цинк, селен, витамин D, в каких-то случаях магний, кальций, железо, хром нужны для борьбы с коронавирусом и его последствиями. Есть же фокус не только потребление элемента, потребность возрастает при болезнях. И вот потребность в этих элементах возрастает на полтора раза, в два раза. Так же, как у беременной, в полтора раза возрастает потребность йоди, железя, кальция и так далее. То же самое, но беременность это естественный процесс. А здесь процесс, но патологический. На него тратится больше. То есть, для того, чтобы с ним жить, чтобы его пережить, нужно иметь в два-три раза больше, допустим, потреблять этого элемента, чем в нормальной жизни, чтобы не допускать дефицита. Вот, собственно, у этой женщины, о которой я говорил, это и произошло. Что у нее ресурс закончился, она две-три недели болела, у нее снизился аппетит, у нее были небольшие расстройства стола, просто чувствовал себя хорошо. Но процесс борьбы происходил, и ее запасы истощились. Нас еще из-за фигуры следят. Значит, ее запасов чуть поменьше, чем у тех, кто имеет избыточную массу тела. Так вот, при ковиде это хорошая иллюстрация того, что мы расходуем. То есть, как оценить, что нужно для ковида. А что израсходовалось при ковиде? Тогда и понятно, что нужно для борьбы с ковидом. Так вот, если мы в норме, нам нужно для обычной жизни 10-15 миллиградов, 10 миллиграмм цинка в сутки, то при ковиде сколько? 40-60, ну, 2-3 недели. А потом по 20 миллиграмм еще 2-3 месяца. Вот это будет профилактическая доза, даже если вы не делаете никаких анализов. А селен? Селен в норме 50-100 микрограмм. Нужно. Вот мы живем в себе, баланс, у нас все нормально. Но как только мы заболеваем воспалительными, простудными, если заболеваниями, мы должны увеличить эту норму ну, раза в 2-3 на короткий промежуток 2-3 недели, месяц и больше. А потом, ну, например, 200 микрограмм селена принимать. А потом еще 2 месяца по 100, 150, но не по 50. Потому что мы его расходовали. Мы должны сверхзапас сделать. Мы должны восстановить поврежденные ткани, нарушенные процессы. Анатолий Викторович, что обычному человеку нужно знать о разнице биоэлементов и витаминов? Витамины не биоэлементы. Вот, это первое. Они синтезируются в разные... Дело в том, что все микроэлементы эссенциальны, так же, как часть аминокислот. Микроэлементы не синтезируются в организме, они только могут туда поступить. Извне. Извне. То есть не поступают, жизни нету. Прекращаем поступление, все. Не надо всех, все снижать поступление всех элементов. Один уберите биоэлемент и получите смерть, болезнь и смерть. Один. Вот, сделайте такой рацион, где, например, есть условно-эссенциальные элементы. Термин есть, эссенциальные элементы и условно. Эссенциальные – это жизненно важные. Жизненно важные – это значит, что если вы его убрали из рациона, человек умрет. Ну, через какое-то время. А условно-эссенциальные – он может к этому приспособиться, с потерей функции, но он приспособится. Витамины нужны, но их может производить наша микрофлора. Понимаете? Значительную часть витаминов может быть синтезирована. То есть, мы от них зависим меньше. Это нужные вещества, но они могут синтезироваться. Элементы внутри организма синтезироваться не могут. Вот это кардинальное различие, которое надо понимать. В каких продуктах больше всего содержится селена? В бразильских орехах две штуки в день и можно не покупать никаких таблеток. Это суточная норма? Это больше. Но это дороже, чем таблетка. Понятно, что орех, но ну, что себя не побаловать-то? Ну, калорий там больше, наверняка. Калорий больше. Калорий – это жизнь. Без энергии жизни нету. Ну, как же? Ну, просто если вы больше едите, так больше работаете. Не ленитесь, пожалуйста. Абсолютно. Истина. Вот и все. Если, если, понимаете, принцесса на горошине еще не встала, уже устала. Это я такие фразы придумываю. Дефицит калия, как узнать? И человек узнает. Дефицит калия в анализе волос, я говорю, еще не встала, уже устала. 95% уже. Это обо мне. Это вот мое состояние. А это калий? Это дефицит калия. Так выглядит. И даже муха без воды ни туда, ни сюда. Натрия и воды нету. Куда? У тебя будет слабость. Почему нужна соль? А цинк в каких продуктах больше всего содержится? Устрицы. А побюджетнее? Побюджетнее чечевица. Побюджетнее бобы. Почему? Можно. Грибочки. Только еще от того, где, так же, как устричка, где выросла, надо разбираться. Бобовые, пожалуйста, тыквенные семечки, пожалуйста, говядина печень, пожалуйста, но с бобовыми проблема. Их нужно замачивать. А для чего? На ночь, сутки, а чтобы фитаза, фермент такой, сработал, и чтобы фитиновая кислота не связывала тот самый цинк. То есть цинка много в чечевице, но он не будет усваиваться из-за присутствия там большого количества фитиновой кислоты. А вот когда мы замочим и оставим на ночь хотя бы, а лучше на сутки, то вот тогда и произойдет распад этих комплексов, то есть они не будут образовываться, и мы легко усвоим цинк. Мы еще магния касались, давайте уже тоже скажем, где содержится больше цинк. Ну, содержание магния максимальное в ярко-ярко-зеленых овощах, листьях. Вот всякие от Гринграсса, то, что любят пить напитки всякие, проростки пшеницы, вот это идеально. Отруби, банальные отруби, орехи, пожалуйста. Вообще идеальный напиток для многих минералов это какао, шоколад. Понимаете, вот в общем не надо придумывать чего-то сверхъестественного с одной стороны, а с другой стороны нужно иметь разнообразный рацион. Все диетологи говорят, рацион пищи должен быть разнообразен, неоднообразен, рацион пищевой должен быть свежим. Анатолий Викторович, а правда, что во время каких-то конфликтных ситуаций мы магния очень теряем? Правильно. Если, слушай, есть такой простой тест, если вы с кем-то поругались, ну, что-то произошло, и вы сдерживаете дрожь в конечности, это значит, что потребность магния у вас возросла в этот момент в два раза. то есть нормально вы должны скушать 200-400 миллиграмм магния в сутки, а тут 800-600-800. То есть очень много теряется магния в период такого стрессорного перенапряжения, эмоционального или физического. То есть поругались, поконфликтовали, пошли выпили какао? Выпили какао, съели мюсли или там хлеб со трубями ввели в оборот. Он же дороже обычного, правильно? Но магний там есть. Или выпили таблеточку с магнием или водичку с магнием. Ну вот я понимаю, что мы говорим о этих продуктах, сложно это все получить из них. Вот как тогда восполнять эти все дефициты? Слушай, не надо все усложнять. Понимаете, оно и сложно и просто. Человеку важен вектор. У нас же есть абсорбция, всасывание, она же меняется от многих условий. Значит, если вот пациенты, большинство пациентов я прошу, сделай 50% то, что я говорю, до 50% и будет тебе счастье. Ну естественно, на вы, естественно, уважительно. Почему? Потому что для организма это, он ждет какие-то сигналы. Это открытая система, которая ждет каких-то сигналов, чтобы что-то сделать. Вот, например, говорят, вы даете очень малые дозы магния, можно дать в 3 раза больше, в 5 раз больше. Наверное, будет больше эффекта. Товарищи, почитайте физиологию. Если мы хотим получать длительный эффект, мы должны помнить, что если у нас в желудочно-кишечном тракте количество какого-то иона будет в просвете очень высокая, концентрация, то организм включает защитные барьеры и всасывание падает. Поэтому питаться нужно вот такими суперфудами или таблетками периодически, интервально. Лучше, чем каждый день. Почему? Потому что, если каждый день вы принимаете много, то вы всасываете меньше. То есть, на фоне дефицита мы всасываем больше. Вот, в работе со спортсменами я тут широко использую. Поголодал, потом тройную дую, тройное количество усвоит, потому что организм хочет этого. Понимаете, мы должны его слушать. Поэтому, если нам пришел человек, мы ему даем вектор, ешь зеленые овощи, вспомни, что богатые американцы по утрам едят невкусные или немцы молоко и мюсли и едят хлеб со трубями и не будет у тебя проблем с магнией. Не ешьте рафинированной пищей, товарищи. Меня умиляют женщины, которые в обеденный перерыв бегут за кондитерскими изделиями, которые стопроцентно не полезны, стопроцентно рафинированы. Но при этом все говорят про похудение, про еще что-то там. Но выпечка наша и все. Выпечка признак бедности. Вот так вот, точка. Любовь к выпечке это признак вашей бедности. Умственной, физической, денежной. Богатые едят скромно, не всегда очень вкусно. Анатолий Викторович, а как нам нужно относиться к БАДам и как их правильно принимать? Вот БАДы это источник биоэлементов. Это с нашей точки зрения. Что такое БАД? Биологически активная добавка к пищу. Если мы едим рафинированную пищу, чем больше мы едим рафинированной пищи, тем больше нам нужно ее обогащать. Тем больше мы должны кушать БАДов. Вот американцы, вот не тот класс, который в пять звезд, а чуть пониже, основные, которые приехали, бегают, активничают, они же и оставляются под основными потребителями БАДов. Почему? Темп огромный, качественная еда дорогая, жить надо. Могут БАДы быть решением в этом вопросе, да. БАДы это решение вопроса. Как получить все необходимое для жизни? А вода как-то влияет на наш биоэлемент? Вода это биоэлемент, так же, как кислород. Простейший биоэлемент из двух элементов состоящий, да? Это же матрица жизни. Это среда, в которой происходят реакции. Зачем она нужна? Среда нужна для жизни. Мы вышли из воды, мы привязаны к воде, мы состоим в основном из воды. Если нас усушить, что и происходит при всяких процедурах, да? Усушка, утруска, подсушивание, человек, вроде бы, теряет вес. Он воду теряет. Ничего хорошего. Анатолий Викторович, я хотела задать вопрос, как нам понять вот наши дефициты, да, если не сдаем свои локоны. Но я понимаю, что, наверное, нам сигнализировать тело может абсолютно каждую минуту в разных своих проявлениях, и это все будет биоэлементом. Смотрите, как почувствовать, что что-то в датском королевстве не так? Да. Первое. Признак дефицита эссенциального вещества, жизненно важного. Первая стадия беспокойства. Я не понимаю, что с вами происходит. Что-то не так. Что-то пошло не так. Это ощущение внутреннее. Вот я не чувствую, я чувствую, все идет так. Второе. Ну, мало ли что. Мысли какие-то появляются на уровне образов, да, что-то не так. Потом, кстати, сюда и относятся обоняние, обостренные, падение аппетита, какие-то ощущения. Следующая стадия, когда я чувствую, что что-то у меня не так, это я чувствую, что я начинаю болеть. То есть, первое, беспокойство. Я начинаю чаще болеть какими-то простудными заболеваниями. Потом я покидает силы. Это параллельный процесс. Либо вначале меня потянуло, надо же вирус еще встретить, чтобы заболеть. Поэтому тут может не быть так синхронно, но в принципе это синхронно происходит. Я чувствую, что я слабею. То я был какой-то возбужден, не понимал, что с вами происходит, уснуть не мог, что-то мысли какие-то шевелятся. То я вдруг начинаю чувствовать себя слабой. Что мне уже это тяжело. Я уже не хочу ехать на электричке. Хочу садиться на машину. Я не хочу ехать на эту работу. Что ты с ними? Да не хочу и никаких там отношений. Сейчас модное слово отношений. Да нафиг они мне сдались. Я и так хорошо себя чувствую. Я ограничиваю свои функции. То есть, человек, которого не хватает, он ограничивает свои функции. Познавательную, иммунитет. Я должен закрыться, я должен меньше работать. Я должен закрывать, закрываясь, закрываясь, закрываясь. Все. Я заболел. Теперь я вообще прикол к постели. А в том, что я умираю, у меня нет. То есть, это все, это я рассказал вам в стадии кратко. Первая стадия, что-то происходит. Это значит, можно идти сдаваться. Сил нету, точно. Это уже точно. Не просто так нет сил. Говорит, психосоматика. Что там все придумало? Все больные с психосоматическими жалобы имеют отклонение в анализе волос, а в крови еще нет. Почему? Когда уже в крови упали показатели, ты уже болен. Волосы отражают баланс, волосы отражают накопление, на территорием длительного времени. Анатолий Викторович, вот про волосы меня интересует вопрос. Это не совсем может быть по нашей теме, но их состояние это показатель здоровья? Ну, конечно. Если мало кремния, волосы истончаются. Если мало селена цинка, они ломаются. Если мало цинка, они не растут. Фолликул. Если мало кальция, они тоже будут тоньше. Если мало меди, они будут светлее. Ну, то есть, если вот... Такой индикатор, да, получается, волосы? В седых волосах кальция меди меньше, чем в волосах, например, брюнет. Вот. Если волосы, например, курчавые, вот есть болезни, болезни дефицита меди, болезнь Менкеса, болезнь курчавых волос. Курчавые волосы у человека. То есть, на структуру волос могут влиять их состав. Но это не только об элементах ее трещи. Там же очень много кератина, там различные белки, да, но состав есть, больная собака ледяет. Это, казалось бы, понятно и непонятно. Китайская пословица. Если у вас что-то с волосами, вы болеете. Ну, то есть, китайская мудрость говорит. Сейчас что-то с волосами произошло. Вот, как я говорю, что-то происходит. Да. Это значит, у вас меняется ваш статус. В плюс или в минус? Вопрос. Поправилась, похудела? Значит, изменилась. Анатолий Викторович, вы несколько раз сказали про эссенциальные биоэлементы, а можете назвать их? Сколько их вообще? Эссенциальные биоэлементы это элементы, без которых жизнь невозможна. Кислород, водород, азот, сера, хлор, фосфор. Дальше идут макроэлементы. Кальций, магний, калий, натрий, фосфор. Да? Дальше идут микроэлементы. Железо, цинк, марганец, медь, кобальт, хром, никель, йод, селен, ванадий. А все остальные элементы условно-эссенциальные либо токсичные. То есть, без них организм может прожить. Но условно-эссенциальные для чего-то нужны, для человека. Например, бор жизненно важен для растения, а для человека нет. Но если у человека будет мало бор, у него будут более хрупкие кости. Можно жить с хрупкими костями? Можно. А вот без железа жить нельзя. То есть, если никеля у нас будет ноль, мы умрем? Ну да. Мы заболеем вначале, естественно. Не, ноля нет вообще. Нолей нет. потому что в среде есть многие элементы, но есть некие пределы, после которого будет плохо. Биологически допустимый уровень. Вот. А есть критический уровень. Это же очень плохо. Биологически допустимый уровень, если мы снижаем, значит у нас начинается предболезнь. Предболезнь. Разные состояния, жалобы, уже вовсю все идет. Некоторые болезни начинают появляться, но когда ниже критического уровня, то точно человек уже болен. Причем болен серьезно. И, ну, хронически болен. Мы должны уже что-то предпринимать. А может у больного человека быть нормальное содержание элементов? Может быть, если он правильно лечится. И поэтому он может иметь диагноз и жить долго. Дисциплинированный больной диабетом живет долго. Потому что он делает все, что ему скажет врач. Анатолий Викторович, и в завершении нашего выпуска поделитесь с нашими зрителями одной полезной привычкой, которая позволит им жить долго, счастливо и быть здоровыми. Я желаю всем ощущать грань меры. Вот. Если мы в меру веселы, в меру любители поесть, если мы в меру фанатичны, без фанатизма невозможно достигать вперед. Улететь в космос без фанатизма невозможно. Нужно быть тем космонавтом, который проживет сто лет. Это все-таки космонавт, который сумел на крутых виражах ощутить грань и вернуться к чувству мира. Анатолий Викторович, спасибо огромное за потрясающий диалог. Я думаю, зрители в восторге. Я в восторге. Мы рады были вас здесь видеть. Пожалуйста. Будьте здоровы душой и телом. И, друзья, помните о мере. Ваш отец-врач-психиатр, мама-учитель музыки. Да. Вы уже в детстве знали, кем будете? Да. У меня отец был достаточно сфокусированный, центрированный человек. Выписывал много журналов, читал книги и считал, что закончить школу среднюю с одной четверкой это недостойно человека. Потому, что это же школа для средних людей. А еще и четверка. Четверка. Это что ж такое, да. То есть, человек должен знать, что это максимально выжать из себя то, что Бог ему дал. Вот, я уже, наверное, с 10 лет знал, что я буду заниматься наукой. Потому, что это интересно, это открывает новые перспективы. И это то, что не под силу всем. Поэтому надо больше знать, хорошо учить физику, химию. Нет ненужных предметов. Вот. Это ключевое. И заниматься так, чтобы все было не как в средней школе, а намного выше. Вот во время обучения в школе я неплохо выучил три иностранных языка. При том, что, ну, в общем, так получилось. Просто каждый день надо делать свою работу. Редактор субтитров А.Семкин